Главные трюки для борьбы с задержкой жидкости – долгожданная легкость во всем теле и лицо без припухлостей. Поднимите руку те, кто время от времени обнаруживает незапланированные 1-3 кг на весах без причины. Опухший живот, и это после регулярных тренировок в спортсале. Лицо, будто укушенное роем пчел. Или тяжелые лодыжки после авиаперелета. Лишняя жидкость не только изрядно портит внешний вид, но и вредит органам. В числе основных причин нарушения обмена жидкостями медики называют гормональные изменения, которые происходят во время беременности или менструации, генетическую предрасположенность, увы, избыточный вес, проблемы с кровообращением, низкое потребление воды, белка и клетчатки, прием некоторых лекарств, стресс – универсальный вредитель, и климатические факторы – жара и высокая влажность. Сильнее всего от отеков страдают ноги, лодыжки, колени и бедра, что во многом связано с осанкой. В порядке вещей и опухший живот, грудь, веки, да и все лицо. К слову, целлюлит – еще один характерный и неприятный симптом. И как с этим бороться? Вода. Базовая и уже ставшая классической рекомендация – пить много воды. Любой эксперт от дерматолога до диетолога прочитает вам мантру про 2 литра жидкости в сутки. Это улучшает функции межклеточной матрицы, от нее зависит выработка гиалуроновой кислоты и коллагена и регенерацию, уменьшая отек и активнее насыщая ткани кислородом. При условии вы не перебарщиваете с минеральной продукцией, богатой натрием. Зеленый чай. Регулярный прием солидных доз кофеина, больше 2 чашек кофе в сутки, вызывает увеличение уровня инсулина в крови и по цепочке, отложение сахара и задержку жидкости. Идеальная бодрящая замена. Зеленый чай. Благодаря полифенолам он ускоряет метаболизм, предотвращает накопление жира в печени и на стенках кровеносных сосудов. Стевия. Что происходит с телом, когда вы едите сладкое, вы уже знаете. Если коротко о главном. Сахар чудесным образом превращается в жир, провоцирует неадекватные метаболические реакции, из-за чего коллаген затвердевает, читай, кожа теряет упругость, а целлюлит становится повседневной реальностью. Отличное решение – природный подсластитель стевия. Кроме того, что в ней содержится 0 калорий. Это еще и мочегонная, помогающая разгонять застой в клетках. Ананас, имбирь и белки. Не можете справиться с отеками, попробуйте добавить в рацион спелый ананас. Фермент бромелайн обладает противовоспалительным и мочегонным действием. Жиры он, как долго было принято считать, на самом деле не расщепляет, но на целлюлит реально воздействует из-за противоотечного эффекта. В числе дренажных продуктов – петрушка, цукини, груша, сельдерей и имбирь. Последний, к слову, стимулирует лимфатическую и сердечно-сосудистую систему и вызывает небывалое движение жидкости. Помните и о том, что снижая потребление белка, вы освобождаете место для ненужной жидкости. Поэтому не забудьте добавить в список покупок рыбу, кино и сою. Омега-3. Организм нуждается в совсем небольшом количестве жира, чтобы поглощать определенные витамины, например, Е. А вот его избыток повышает уровень свободных радикалов, привет, апельсиновая корка и отечность. Решение. Сделать ставку на омега-3 лосось сардины. Жирные кислоты действуют как активаторы генов, которые вмешиваются в липидное окисление и стимулируют лучшее прохождение жидкости. Лечебная грязь. Один из популярных косметических способов борьбы с задержкой воды – грязевые компрессы. Кроме сильного дренажного и охлаждающего эффекта, особенно ценно после длительного полета, такие маски тренируют проницаемостью капилляров, повышают упругость кожи и ускоряют обмен веществ. Для пролонгированного эффекта лечения проводят курсом по 1-2 раза в неделю в течение месяца. Холодный душ. Экспресс-решение и самый доступный метод – утренний прохладный душ, порядка 20С, в качестве ежедневного ритуала, который тонизирует кожу. Здоровая привычка улучшает кровообращение и оказывает сосудосуживающие действия. А еще, безусловно, хорошенько бодрит. Дренажные упражнения. Разогнать лишнюю влагу в организме можно не только с помощью диетического питания или косметических процедур, но и спорта. Тем более, что в числе виновников застоя значатся не только соленые огурцы, перелет до Нью-Йорка и праздничное шампанское, но и сидячий образ жизни. Самые целесообразные кардиотренировки. Айда – на беговую дорожку или пешком с работы до дома. Травы. Отличными мочегонными свойствами обладают и травяные сиропы, и отвары на основе экстрактов артишока, аниса, дуванчика, хвоща, березы, крапивы, болда, иглицы, расторопша, хвостиков, вишни и виноградных косточек. Ринк не просто способствует уменьшению жидкости, но и выводит токсина и способствует улучшению липидного профиля. Как правило, пьют их утром натощак, чтобы помочь очищению печени. Как вам такое начало утра? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Благодарю за просмотр. Пишите комментарии. С вами была Алиса Иванова.